Добрый день! Тема видеоурока «Поиск идеи бизнеса» и проведу его я, Наталья Мчелидзе, директор по маркетингу компании NordCommerce. В бизнесе я 25 лет и принимала участие в огромном количестве различных новых бизнесов. Поэтому хочу с вами поделиться, а как же нужно искать идеи для бизнеса? Вы мне спросите, зачем их искать? Вон их как много. Бери, доделай, воплощай, зарабатывай. Увы, почему тогда встречный вопрос к вам? Почему сегодня из 10 открытых бизнесов до 3 лет доживает только 1 или 2? В чем причина? Оказывается, как показывает практика, сегодня бизнес – это просто хотелка его владельца. Я хочу, я так вижу, я так воплощаю, неважно, нужно, можно. И как следствие мы видим ту картину, которую я вам описала. Прошло время, а вы даже не дожили порой и до года. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами, как ищутся идеи бизнеса, как не допустить ошибок, которые приводят к потере, как сегодня воплотить то, что вы хотели бы в жизнь и развить то, что вы найдете в виде идеи. Прежде чем мы с вами будем рассматривать эти идеи, мне бы хотелось, чтобы вы ответили на два вопроса. Первый вопрос. Какова цель? Какова цель занятия бизнесом? Зачем вы хотите заниматься? Вы хотите зарабатывать? Хорошая цель. Вы хотите себя развивать? Тоже хорошая цель. Вы хотите сегодня просто не работать ни на дядю, ни на кого другого, а только на себя? И это цель. Прежде всего, поймите, с какой целью вы создаете бизнес. Цель – это действие, это посыл к действию. Итак, второй вопрос, на который хотелось бы получить ответ, и постарайтесь на него ответить. А чем я хочу заниматься? Вы хотите выращивать? У вас прекрасный опыт, может быть, каких-то уже выращивания цветов, овощей, зелени, картофеля. Возможно, вы выращивали уже рыбу. Возможно, вы выращивали цветы, что угодно. И вы любите этим заниматься. Подумайте, поразмышляйте. Это тоже хорошая идея. Возможно, вы хотите производить. Вас не привлекает выращивание, вас привлекает производство. Вы создатель новых идей, новых продуктов, новых услуг. И вы от этого получаете колоссальное удовольствие. Вы понимаете, они востребованы. Занимайтесь этим. Это тоже имеет право на жизнь. А третий скажет, не-не-не, я не произвожу, я не выращиваю. Для меня очень важно непосредственно продавать. Вот там я буду прекрасно себя чувствовать, как рыба в воде. Нет проблем, занимайтесь. То есть, ваша задача – ответить на вопрос, чем я хочу заниматься. Это поможет вам не допустить тех ошибок, за которыми стоит потеря бизнеса. Итак, мы с вами определились. Для чего? Зачем? И переходим. А где же искать эти идеи? Посмотрите, пожалуйста, на слайд. На слайде представлены все источники, которыми вы можете воспользоваться, чтобы найти вашу идею бизнеса, которую вы будете потом воплощать в жизнь. Посмотрите, первые две, которым сегодня и будет посвящено наше занятие – это территория и отрасль. Затем идут те, кто будут покупать вашу продукцию, их потребности и проблемы. Затем вы можете посмотреть, вы отправитесь на выставку или на ярмарку, и там много идей, там много представляется нового. Вы можете предложить что-то более ценное, отличающееся от того, что есть сегодня на рынке. Вы можете посмотреть сегодня конкурентов, и конкуренты тоже являются источниками идей. Окажется, что вы лучше знаете, лучше умеете и создадите более интересное предложение, чем конкуренты. Вы можете зайти в интернет, там очень большой разброс, чего только нет. Там поисковые сайты, там площадки. Осуществляя поиск по ним, вы обязательно увидите проблемы, решения которых можно будет воплотить в вашем бизнесе. Итак, мы возвращаемся к началу источников. Первым источником мы посмотрим с вами территорию. Территорию, что о ней нужно знать, а что вообще есть на территории. Вот ваша задача, смотря на территорию, давать себе ответ, что есть интересного на территории. Может ли это интересно, явиться идеей моего бизнеса? На что следует обратить особое внимание? Первое, на что мы обращаем внимание, а сколько там вообще людей живет? Почему? Дело в том, что это ваш покупатель, ваш потребитель, он принесет вам деньги. Поэтому от того, сколько людей готовых заплатить за ваше предложение, и будет определяться, есть ли смысл заниматься идеей на этой территории. Или стоит отказаться, заменив ее на иную, но приемлемую для этого рынка. Что еще важно обратить внимание? А что есть на территории с точки зрения экономики? Что такое экономика? Это предприятия, которые есть. Они либо развиваются, экономика, либо она не развивается. И во многом ее развитие определяется населением, которое там проживает. Нет у населения денег, не будет развиваться экономика. Есть у населения, у гостей, которые к вам приезжают, будет экономика развиваться. Поэтому постарайтесь себе ответить, а какой же должна быть экономика, какая есть фактически экономика на выбранной для исследования территории. Чтобы вы лучше поняли, как это выглядит, мы с вами отправимся в путешествие. Мы с вами отправимся в Пинежский район Архангельской области. Мы посмотрим район, который может явиться огромным количеством различных идей. Ваша задача – записывайте идеи, о которых я буду рассказывать, я буду характеризовать территорию, а вы записывайте идеи. А потом мы их сверим и посмотрим, у кого их набралось больше. И это будет являться рабочей идеей, которую мы будем дальше отрабатывать. Итак, я захожу на сайт Пинежского района Архангельской области и смотрю и собираю следующую информацию. Первое. Я смотрю на природу. Итак, есть лес. Отлично. Есть истории незабываемые. Очень хорошо. Есть более 100 пещер. О, как отлично. Дальше. Есть 83 озера. Представляете, есть и реки. Сегодня Пинежский район Архангельской области – это деревни, это поселки. И жители в них тоже разные. В одних до 200, в других более 200. А есть те, которые за 5000 превышают. Наша задача – понять, а сколько сегодня здесь на территории людей. Скажу сразу – более 21 тысячи. Вот вам понимание, а сколько реально можно продавать товара на этой территории. Отложила в сторону. Смотрю дальше. Что сегодня есть с точки зрения экономики? Экономика представлена тремя направлениями. Первое – это лесозаготовки, это животноводство. И сегодня там представлены еще выращивание картофеля и овощей. Вот три отрасли. Так, теперь давайте будем подводить итоги. Даже из той информации, которую я вам сейчас представила. Мы с вами посмотрим, какие же идеи в связи с этим могут возникнуть у вас. Рассказываю я, вы сверяете, добавляете, исправляете. И в итоге вы видим рабочую идею вашего бизнеса. Итак, я начинаю танцевать, извините за выражение, от природы. Что в природе? Это возможность создать прекрасный туристический комплекс. Это прекрасные турпродукты. Развлекательного, активного, спортивного, духовного, познавательного турпродукта, которым богата именно эта территория. Но, маленькое но, дорог есть не везде, и их не так много. Это существенный фактор. Хотя любой туризм сразу выявляется следующая идея. Я должна обслуживать туристическую отрасль. А это мини-отели, это гостевые дома, это транспортные услуги, это точки питания. Чувствуете, как много сразу идей накопилось буквально только на одном направлении, о котором я сейчас рассказала. И этого недостаточно. Я отправляюсь к озерам и рекам. И что я вижу там? Кроме того, что это туризм, где я могу ловить рыбу, сплавляться и так далее, и так далее, я могу оттуда извлечь. Что? Пойманная рыба может быть переработана. Это может быть вяленая, сушеная, копченая рыба. Это тоже продукт, который имеет право на продажу. И продукт, у которого есть спрос. Ухожу дальше. Сегодня там есть овощи, там есть картофель. Это что такое? Это фермерские хозяйства. Фермерские хозяйства, которые выращивают специальные сорта картофеля для чипсов, специальный картофель для картофеля фри. То есть возможности шикарные. Из овощей я могу готовить салаты. Из овощей я могу готовить смеси, которые сегодня для приготовления салатов, глубокой заморозки, прекрасный продукт для большого числа населения. Отлично. Что еще там есть, смотрю? Животноводство. Животноводство – это молоко, это мясо, это полуфабрикаты. Чувствуете, как много идей копится? А я возвращаюсь к лесу. Мы лес в основном везем. Почему бы не переработать на нужды населения и гостей, как всей территории Пинежского района, а также всей Архангельской области, вырабатывая просто даже один вид? Это обычный декоративный ящик. Обратите внимание, он показан вам на слайде, который можно украсить любую территорию, которая создаст приятный внешний облик, эстетичный облик, который придаст уют. То есть сегодня только на одной теме – в столярной мастерской можно зарабатывать много. Можно отстроиться от известных классических наших сувениров, создать креативные сувениры, которые найдут свою целевую аудиторию, найдут обязательно своего покупателя. Вот идея, которую мы с вами набрали. И вы сразу сказали – о, точно, я уже выбрал, можно начинать. Стоп, стоп, остановитесь. Почему? Сегодня вы должны понимать – это просто рабочая гипотеза. Это просто рабочая идея, которую нужно еще дополнительно обязательно исследовать. И тогда мы начинаем подключать второй источник идеи бизнеса. Это, как правило, отрасль, в которой мы планируем поработать. Что такое отрасли? На слайде вам представлены все отрасли, которые могут быть на этой территории. Это молочная отрасль, рыбная, мясная, овощная, зерновая, индустрия гостеприимства, туристическая. Это отели, которые включают, отрасль питания, отрасль продажи. Чувствуете, как много разного. И отрасль всего этого – обслуживание. Нам не хватает в регионах сервиса. Мы можем работать в сервисных услугах, работая с определенными видами бизнесов. Чувствуете, как много идей? Теперь наша задача – понять. Четыре вещи. Первое. Каково состояние этой отрасли, в куда я направляюсь со своей идеей? Это первое. Второе. Наша задача с вами – понять, а есть ли там тренды. Слово «тренд» – это то, что преобладает в отрасли, то, что выстреливает в отрасли. На что нужно? Если вы будете в тренде – отличная идея. Дальше вы должны посмотреть, какие технологии сегодня. Это ваши затраты, это цена продукта, это сегодня ценность продукта для потребителя. И четвертое – знание законов. Это закономерно. Незнание законов не освобождает от ответственности. Мы пробежимся по этим отраслям и, допустим, мы с вами решили заниматься производством сыра. Сыра натурального, без добавления пальмового масла. И для этого я захожу на сайт молочной отрасли и ищу справочную информацию. Что это такое? Справочная информация – это аналитические отчеты, это мнение экспертов, которые показывают нам, каково состояние отрасли. И первое, что меня радует – о, да мы не удовлетворяем потребность в молочной продукции населения. Отлично, на верном пути, сыром я там впишусь. Стоп, говорю я себе, смотри дальше. Что констатируют эксперты? А эксперты говорят, отрасль стагнирует, отрасль зрелого рынка. О чем это вам говорит? Это говорит о том, что игроков много, они все крупные, с хорошими ресурсами. Они сегодня имеют такие ресурсы, которые позволяют делать продукт нужный рынку и успешно справляться с продажами. Мы таким похвастаться не можем. Уже настораживает. Смотрим дальше. Господдержка не очень высока. Значит, рассчитывать на то, что мне дадут возможность поддержать свое производство, свой бизнес, к сожалению, невелика. Смотрю дальше. Оставляю отрасль в покое, много рисков и перехожу в регион. Перехожу в регион Архангельской области. Беру справочники, смотрю, как же мы выглядим. Семь игроков на рынке. Все они производят молоко, все они выращивают скот для получения молока. Семь – это много. Дальше. Большая часть из них крупные. Смотрю следующее. Доля в общероссийском производстве молока Архангельской области составляет 0,5%. Место, какое мы занимаем среди всех игроков рынка, только 62-е. Господдержка сокращается. Да, подумала я и решила, что риски слишком велики. Тогда я думаю, а какие же тренды? Может, я в тренд пишусь? Мой натуральный продукт нужен. Это же ценный продукт. Что я вижу в тренде? А в тренде вижу новые продуктовые предложения. Это продукт нового поколения. Сыворотка, молочная сыворотка, которая является побочным продуктом при получении молока, которая является шикарной добавкой, как ценный компонент при производстве детского питания, мясной продукции, спортивного питания, специального питания. И мы занимаем только лишь 18-е место на мировом рынке по поставкам сыворотки. То есть у нас есть два канала продаж. Мы можем идти на мировой рынок, мы можем продавать внутри. Нашими клиентами становится предприятие, которое изготавливает это. И мы начинаем зарабатывать. И какой же вывод можно сделать в результате анализа, который мы только что произвели? Большие риски заниматься сыром. Большая вероятность не продать. И в то же время появление новой идеи. Идея более интересная, которая дает очень хорошие возможности. Это получение сыворотки и ее продажа как за рубеж, так внутри страны. Но, казалось бы, все, тема определена, отлично. Теперь можно уходить от рабочей гипотезы и переходить к реалиям. Нет, нет, остановитесь. И это еще недостаточно. Вы должны тщательно исследовать, а готово ли население, если это продукт для конечного потребителя, готово ли предприятие покупать ваше предложение по цене, по цене, которую вы предлагаете. То количество, которое вы предлагаете, и на каких условиях. То есть здесь нужно дополнительные исследования, о которых вы узнаете на следующем занятии. А я вам желаю в этом только успехов. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова